Добрый день! Сейчас мы будем делать известковую и простой вариант нанесения рассмотрим это пленка, то есть сейчас мы предположим что это у нас стена, мы наносим штукатурку, она может быть даже немножко не промешанная, это даже хорошо, наносим ее с верхнего левого угла таким вот слойчиком не толстым, но и не тоненьким, чтобы фактуру можно было, то есть вот мы наносим ее таким вот более-менее ровным, смотрите штукатурка такая, она эластичная, она не зернистая, это главное, то есть наносим вот участок, я сразу же хочу сделать так, чтобы вы понимали как это сделать, если у вас нет одной целой пленки, а есть куски например, то есть вот вы нанесли участок, дальше берем пленку, пленочка должна быть очень тоненькая, они продаются вот она прямо тоненькая, есть еще тоньше, еще тоньше тоже подойдет, но вот совсем плотную не нужно, не получится, то есть мы прислоняем эту пленку на штукатурку, вот так вот мы ее и руками формируем рисунок, как вы хотите, то есть у нас получится должен эффект такой жеваной бумаги, вот мы его приклеили, растащили рисуночек, узорчик, вот так например, оставляем, дальше берем следующую штукатурку, накладываем на кельму и прямо под пленку можно ее наносить, то есть вот так приподнимаем, наносим, можно отпустить спокойно, то есть пленка не падает, она держится хорошо, она к штукатурке прилипла и за счет того, что у нее плотность низкая, маленький вес, то есть она не падает, вот мы нанесли и снова прижимаем и продолжаем наш рисунок, вот так и так вот можно делать по всей стене, вот у вас кусок закончился, вот этот пузырь можно и оставить, то есть вот такие пузыри где-то, пусть они остаются, вы смотрите, главное, что вот эти линии, это все будет у вас потом на стене, то есть если вы хотите какой-то кружок, вот такой, сделайте кружок, то есть прямо руками, если хотите перекос, сделайте перекос, вот, то есть вы понимать должны, что вот этот рисунок останется у вас на стене, дальше продолжаем снова нанесение, пленку отснимаем и наносим следующий участок, сразу же обратите внимание на все углы внутренние и наружные, они должны быть у вас проработаны, то есть они не должны быть лысыми, все должно быть нанесено, еще иногда пишут в комментариях, попробуйте это сделать на стене, вам легко делать на планшете, то есть мы же не просто делаем на планшете, мы на стенах это делаем тоже, но вот когда, например, на объекте человек работает, ему не до того, чтобы снимать видео, гораздо легче прямо отдельно уделить внимание для видео и снять это на планшете, все равно весь смысл-то понятен, то есть вот так вот наносится на стену, точно так же, вот так, можно пожирнее, можно потоньше, ну как бы рисунок от этого будет просто объемнее, вот у нас, например, пленка, мы ее здесь также прижимаем, приглаживаем и дальше продолжаем следующий кусок, если у вас не хватает пленки на всю стену, хотя пленка это продается, она прямо в одной упаковке продается по 40, там по 50 квадратных метров и стоит она совсем недорого, около 100 рублей что ли, если кому интересно, в комментариях задайте вопрос, мы назовем эту пленочку, название, и берем вот второй участок и также его прислоняем, если у вас не целый кусок, постарайтесь какой-то вот не прямыми вот такими квадратами делать, соединяться, а какими-то ну вот рваными участками может быть, то есть также прислоняем и прилепили, пригладили как надо, вот так и дальше мы оставляем вот это сохнуть, ориентируемся на сутки, то есть пусть она у нас сутки сохнет, мы эту пленку не трогаем, потом мы ее снимем с вами, вот пока на сегодня все на сейчас именно, продолжаем наш образец показывать нанесение, чтобы получился эффект сжатой пленки, вот у нас там подсохло и мы тихонечко очень аккуратно снимаем, вот снимать нужно, вот сюда тянем, то есть мы тянем вот сюда, вот так, не вот так вот отснимаем, не вот так вот, а вот так, тихонечко тянем, вот она у нас там подсохшая, видно, что под пленкой она не досохла полностью, потому что, ну, воздух же не идет, поэтому сухого материала вы там не получите, вот, как, кстати, какое преимущество дает штукатурка декоративная на основе извести, она долго не застывает, то есть вот на большом объеме, когда вы наносите ее, она не застывает, вы можете работать, 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 поправлять, где-то что-то не получилось, пленку отсняли, снова нанесли, снова пригладили, то есть долгое рабочее время у нее, не застывающее, мы снимем сейчас пленку и еще немножечко подождем, когда у нас материал подсохнет, чтобы мы смогли почистить верха, чтобы они не были острыми, и покроем по верхушечкам лазурью, то есть вот смотрите, видите, тут повторяется пленка, то есть вот у нас был рисунок, вот он, вот он, очень красиво в объеме, продолжаем, доделываем нашу штукатурку декоративную, сейчас, что мы сделаем, она высохла и на ощупь она вот такая вот остренькая, то есть мы рукой проводим и немножко вот царапаем, что мы делаем для того, чтобы брать эти царапки, мы не шкурим, чтобы пыли не разводить, а берем кельму и торцом кельмы срезаем вот эти вот пыльки, вот. Все, вот здесь уже нормально, здесь чуть-чуть еще. Все, на ощупь уже приятно. Материал у нас, кстати, был колерованный, такой светлый бежевый цвет, и сейчас мы немножко лазурью покроем по верхам, буквально по верхам чуть-чуть, то есть мы берем лазурь, это такой перламутровый состав, то есть губочку, прямо чуть-чуть на губочку ее берем, ну вот немножко совсем, главное, чтобы не было лишнего, и вот прямо по верхушкам проводим, прямо еле-еле касаясь. Если вы будете покрывать его целиком, то он у вас будет сплошь серебристый, а мы хотели его выделить по верхам, поэтому только по верхам покрываем, еле-еле касаясь. Почти не трогая, то есть прямо вообще чуть-чуть сверху по верхам. Что можно еще делать для того, чтобы видеть хорошо, что у вас получается? наносите, наносите, отходите подальше и смотрите издалека. Издалека всегда видны дефекты, то есть какие-то пятна, все это и видно издалека. Вблизи глаз замыливается, и очень плохо понятно, что у вас получается. Поэтому отходите и смотрите сбоку, например, вблизи глаз замыливается, как я не могу. И вот так вот все равно. Я прилечу последний самолет, и даже если лягу я в воду, давай, запятай свои наилла, а ты, где лаку тут, так-то все равно. В принципе, все. Вот такой вот получился у нас образец. Это очень легко. Это действительно можно сделать самостоятельно, начиная с маленькой стены. Если хотите вы сделать себе ремонт, пожалуйста, вот вам один из вариантов. Всем спасибо. Задавайте вопросы в комментарии и будем рады видеть вас в числе наших подписчиков. Спасибо. 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 Спасибо.